В Магадане построят гостиницу высокого уровня комфорта. В областной центр приехали архитекторы из компании Blank Architects. Бюро занимается созданием качественных, безопасных и социально устойчивых объектов. Пригласил экспертов в регион губернатор Колымы. Цель рабочей поездки изучить город, его особенности, чтобы в ближайшее время построить отель мирового уровня. Один из плюсов областного центра – небольшое расстояние. Объехать весь Магадан можно за 15 минут. Это должно отобразиться в проекте, утверждают архитекторы. Для гостиницы уже выбрали место. Она будет находиться в районе парка Маяк. Гостиница планируется на 120 номеров. Она не такая большая, но 4 звезды или выше. Планы о строительстве специалисты обсудили с мэром Магадан, Юрием Гришином. Они отметили, поездка в город поможет им найти лучшее решение для реализации проекта. Архитекторы уже работали на Дальнем Востоке, в Якутске, Хабаровске. Эксперты утверждают, здесь живут отважные люди. Ведь для того, чтобы построить что-нибудь в таких условиях, нужно приложить много усилий. Специалисты соберут нужную информацию, а также определят основную идею в скором времени. С сегодняшнего дня в Магадане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого количества бродячих собак. Границы зоны определили следующее. От Колымской площади вдоль улицы Гагарина до пересечения с улицей Кольцевой. Мэрия Магадана убедительно просит владельцев собак не выпускать животных без надзора. Если такую собаку найдут, ее отловят и отправят в приют. Завершился конкурс народных арт-объектов, организованный сервисом путешествий Тутуру. Оценивались 85 предметов самодельного искусства из каждого региона России. После 10 отборочных раундов был выявлен победитель. Им оказался магаданский мамонт в бухте Нагаева, автор композиции, скульптор Юрий Руденко. Какие эмоции испытывают жители Колымы после победы в таком масштабном конкурсе? Я рад, доволен, заслуженная победа считаю. Из всех представленных участников думаю, мамонт был самым достойным. Я считаю это хорошее достижение для культурной жизни Магадана, поскольку все другие представленные скульптуры из того, что приходилось выбирать, они вообще без вкуса заполнены, а только наш, я считаю, очень креативный мамонт. Я думаю, со мной жители этого города полностью согласятся. Ничего. Вообще ничего? Никаких эмоций? Нет. Никаких. Отлично. Это здорово. Он действительно крутой и среди претендентов там не так много было у него конкурентов на самом деле. Я очень рада, что мамонт выиграл конкурс. Вам нравится эта скульптура? Да, очень нравится. Гордый за свой город, что ли? Прекрасно. Композиция «Время» – моя самая любимая композиция Магаданской области. Автор выразил наш дух очень замечательно. Довольно, что Магадан у нас светится. Скульптура была открыта 7 сентября 2013 года. Высота мамонта 5 метров, а вес почти 6 тонн. Вблизи эта композиция напоминает часовой механизм, покрытый коррозийной пленкой, напоминающий по цвету шкуру мамонта. На Сахалине прошла зимняя спартакиада. В ней приняли участие и сильнейшие в Магаданской области лыжники. Ребята выполнили нормативы на звание кандидатов в мастера спорта. Для этого им нужно было попасть в топ-8 спортсменов, и они это сделали. Я бы сказал, что на данный момент эти воспитанники в 16 лет выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Это очень здорово, потому что ребята приезжают на соревнования такого уровня и в первый раз не попадают. Одним из участников соревнований был Павел. В лыжный спорт мальчика в возрасте 6 лет привел отец. Павел признается, заниматься лыжным спортом ему очень нравится. Мы приехали из Южно-Сахалинска. Это был второй этап спортагиады учащихся. Там принимали участие команды Дальнего Востока. Хабаровск, Южно-Сахалинск, Бурятия, Магадан. Команды все сильные. Следующий этап – это подготовка ребят к финалу спортагиады, которая пройдет в начале марта в городе Сыфтывкар. Любовь Голимбеовская, Илья Пачин, Олег Дудник. Специально для Вечернего Магадана. На Колыме установили обстоятельства убийств, которые совершили 6 и 12 лет назад. В августе 2009 года обнаружили обезглавленное тело мужчины 53 лет с множественными колото-резанными ранами в груди. Через 6 лет также нашли обезглавленное тело 58-летнего человека. Тогда найти убийцу не удалось. В мае 2021 обнаружены останки неизвестного. Эксперты провели исследования, в ходе которых выяснили следующее. Генотип найденного мужчины совпадал с генотипом предполагаемого преступника. Следователи установили его личность. Этот мужчина вёл отшельнический образ жизни, был крайне агрессивным по отношению к туристам, проходившим мимо его жилища. По уголовному делу, объём которого составил 30 томов, проведено более 100 судебных экспертиз, в том числе таких сложных, как медико-криминалистических, медицинских, по восстановлению облика лица по черепу и генотипоскопических. Проведено большое количество допросов, опознаний лица, вещей и предметов, проверок показаний на месте, следственных экспериментов, а также иных следственных действий. Совокупность собранных по уголовному делу доказательств позволила прийти к отозначенному выводу о причастности умершего мужчины к совершению убийств в 2009 и 2015 годах. 20 января на электронную почту 29 учреждений образования и культуры Магадана поступили сообщения о минировании заведений. Следственными органами была проведена проверка, в результате которой было принято решение о возбуждении уголовного дела, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры. По уголовному делу создана следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников управления, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, имеющих к нему причастность лиц, а также причиненного материального ущерба. Расследование уголовного дела продолжается. Это мошенники. Немедленно прервите разговор и перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей банковской карты, либо лично посетите офис вашего банка.